Существует мнение, что вязание успокаивает. И это действительно так, если вы можете позволить себе творить. Лоскутное вязание относится к такому разряду вязания, когда вы можете изменить узор в любой момент, независимо от того, сколько вы уже провязали. И это изменение не вызовет у вас огорчения, либо отторжения. Добрый день, с вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Хочу представить вам наш новый проект «Лоскутное вязание в технике пейчворк». Это второй курс лоскутного вязания, который идет следом за технологией «Энтерлак». Пейчворк – это невероятно занимательное вязание из фрагментов. Оно не лучше и не хуже, чем «Энтерлак», оно просто немного другое. И мы его пускаем вторым курсом, потому что здесь уже идет добавление новой технологии внутри квадратика. «Энтерлак» – это яркие пятна. Если вязать такое полосками, это будет слишком ярко, и непонятно, зачем такой избыток контраста. В то время как в пейчворке квадраты чуть-чуть крупнее, полоски идут параллельными рядами. И таким образом создается объем и ощущение, как будто бы предметы с падающей тенью. При небольших размерах блоков получаются очень красивые орнаменты. Конечно же, все это можно связать и «Энтерсией», но это будет более сложно, так как в каждом ряду придется вам менять расстановку икл под узор, менять цвет нити. Это все занимает время и не успокаивает нервы. Но и к тому же при небольшом опыте вязания видны неаккуратные места перехода цвета. Регулярно слетают петли, так как работа с кареткой «Энтерсия» требует ручного контроля. Те, кто вязал картины «Энтерсией», при небольшом опыте вязания второй раз уже не хотят повторить этот подвиг. При вязании пейчворка и «Энтерлака» не требуется такого напряжения, так как мастер повторяет одно и то же действие в каждом ряду, вне зависимости от количества провязываемых в этом ряду петель. На фото вы видите бабочку, которую вяжет наша мастер-группа в качестве отработки знаний по «Энтерсии». И внутри нашей школы этот узор называется «молью» из-за того, что на нем плачут и организм отказывается его выполнять. В отличие от «Энтерсии» в петчворке и в «Энтерлаке» мы отслеживаем единовременно, то есть разово, то есть ежеминутно, ежесекундно один маленький квадратик. Ошибиться гораздо сложнее. Это вам не 200 петель, которые нужно контролировать одним взглядом. С другой стороны, если вы ошибаетесь, то вы видите ошибку сразу же. Вы можете распустить этот фрагмент, не нанеся урона всему изделию. По отношению к «Энтерлаку» петчворк все-таки считается более элегантным узором. И что же такое вызывает такую любовь к петчворку? Это, конечно же, возможность комбинировать элементы как мозаику. Нет ограничений в размерах, цветах. Можно создавать целые картины, каждый раз разные, используя одни и те же приемы. Каждый мастер понимает, что это творение искусства, а не ширпотреб. То есть даже имея схему, вы все равно можете внутри нее менять узоры, и каждое ваше следующее изделие будет не похоже на предыдущее. Это дает огромное поле для творчества. Опять же, когда вяжем кофту, то оценить, что у нас получается, можно только тогда, когда она связана. Попал ли ты в размеры, как она сидит, идет тебе, не идет. Лоскутное вязание сродни коврот качеству. Ты видишь, как под твоими руками растет изделие. Ты закончила, у тебя со станка снимаются уже готовые изделия. Берешь и кладешь на пол. Здесь точно так же. Не надо стирать, не надо собирать. Магия рождается под руками. Видишь, как прирастает изделие. Можно связать по своим эскизам, можно не копировать чужие схемы. И самое приятное, конечно, то, что в любой момент можно взять это изделие, приложить к себе и посмотреть, что у вас получается. Потому что изделие в любой момент уже имеет те размеры, которые оно будет иметь в окончательном варианте. Особенности лоскутного вязания именно в том и состоят, что при постепенном вязании каждый квадратик отдыхает от натяжения и принимает естественный размер. И к концу вязания ваше изделие уже имеет окончательные и реальные размеры. Можно приложить к себе, посмотреть, сколько не хватает, где и сколько надвязать. Нет ограничения по размерам изделия. Можно вязать пледы 2х3, 3х3, все что угодно. С одной стороны, не обязательно сшивать эти элементы. С другой стороны, вы можете связать отдельные фрагменты и сшить их потом на машине, либо вручную. В нашем курсе петчворк 4 урока. Первое – это вязание пледика, либо шарфа, на котором учащиеся узнают тонкости вязания прямого полотна и варианты заполнения краев. Вторым уроком вяжут носочек, третьим – рукавичка и четвертым – шапочка. Курс записан на машине SilverReed 840 на одной фантуре. Так как мы не применяем никаких дополнительных инструментов, не входящих в комплект машины, то выполняется одинаково на машине с нитеводом и на машине с ручной прокладкой. Вы можете применять любую пряжу, которую вяжет ваша машина. То есть пустить в дело все остатки пряжи, которые вы не знали, куда утилизовать. Уровень знаний, необходимый для того, чтобы вязать петчворк, минимальный. Для тех, кто умеет делать простейшие пересадки декером, не теряет в петле в процессе вязания, умеет открыть и закрыть полотно. Технология петчворк очень увлекательная. Она затягивает, невозможно оторваться, и неизвестно, куда знание этой технологии вас заведет. Вы можете стать дизайнером и сменить рот деятельности, так как в этой технологии главная усидчивость, а не предыдущий опыт вязания свитеров. Как только вы набьете руку, вы сможете вязать изделие в этой технике очень быстро. Вязание кофт для себя ограничено размерами вашего шкафа. Вязание пледов ограничено количеством диванов. Но, с другой стороны, в отличие от кофт, пледы гораздо более ликвидные и находят покупателя легче, чем кофты, которые вяжут новичков. Так вот, набив руку буквально за несколько недель, вы сможете вязать пледы за 1-2-3 дня. Вы видите носочки, которые вяжут участники курса. Рукавички мы уже сделали более сложным для того, чтобы использовать приемы заполнения недостающих фрагментов. А четвертым уроком вы свяжете шапку. Весь интернет заполнен шапками мужскими. Это тоже три варианта шапки, которые мы вязали. Как вы понимаете, одна и та же технология, разная расцветка, немножко по-разному оформлен низ. А мы решили в этом курсе сделать шапку женскую. Посмотрите, насколько она фактурная, насколько интересно у нее смотрятся уголки, и она действительно больше подходит для женщины. Итак, преимущество лоскутного вязания. У вас нет ограничения по размерам. Вы можете вязать как шапки, так и пледы, без швов. Вязание каждого фрагмента не требует пристального внимания. Вы можете одновременно вязать и смотреть телевизор, либо слушать аудио. Не дает усадки и не требует вылежки. У вас есть возможность в любой момент приложить к себе и посмотреть, сколько осталось связать. Ну и, конечно же, утилизация любых ненужных остатков пряжи. Главное, чтобы они были в цветовом сочетании с вашим изделием. И быстрая обучаемость, после которой вы можете вязать на продажу. Для кого лоскутное вязание точно подходит? Конечно же, для тех, у кого есть время. Потому что эта технология не вязания простыней на 200 игл, которая используется при вязании стандартных пледов с электроникой, либо с использованием перфокарт. Это те, у кого есть терпение. Потому что широкая русская душа любит махать кареткой от одного края полотна к другому. Здесь вам придется работать с маленьким квадратиком 10, 20, 30, 40 игл. Это для тех, кого монотонная работа успокаивает. Если вы от нее беситесь, и вы не можете пришить пуговицу, насколько вам это отвратительно, эта работа вам не подойдет. Опять же, любители кропотливой работы, те, кто любят вышивку, плетение бисером, алмазную мозаику, это для вас. Также подходят любителям эксклюзива. Те, кто хотят иметь изделия, которых нет ни у кого. Которые любят создавать свои дизайнерские вещи и не выглядеть при этом так, как будто бы это изделие досталось от прабабушки в наследство. Ну и, конечно же, любителям ручной работы, тем, кто считает, что спицы – это единственный способ вязания, когда в изделие вкладывается душа. Здесь вы сможете вложить всю свою душу и даже больше. Если вы уже зарабатываете вязанием и уже имеете клиентов, то вы можете расширить ассортимент, введя в него новые изделия, либо использовать в качестве нового элемента для отделки изделий. Ну и, опять же, специализация в узкой нише, в которой не так много конкуренции, потому что действительно существует миф о том, что эта технология очень сложная, очень кропотливая и не всем она дается. После месячного курса петчворк вы получите ваши руки, уверенно овладея техникой петчворк. Вы получите возможность комбинирования в одном изделии разных цветовых сочетаний внутри блоков и точно так же размеров самих блоков и составлять из них различные комбинации. Вы получите возможность перехода с петчворка на разные типы вязания, на интерлак, если вы его изучали в первом курсе, либо на кулирку, которую вы проходите в этом курсе. Этого курса достаточно для того, чтобы стать дизайнером в этой технологии. И по аналогии с лоскутным шитьем, зарабатывать и деньги, и восторг зрителей. Деньги для себя, восторг зрителей и восхищение благодарных клиентов. Вы получите огромное удовольствие от творчества, так как эти техники считаются очень сложными. И, опять же, гордость, ощущение себя очень крутым мастером, который владеет секретными приемами в вязании. Сразу после курса вы получите 4 готовых изделия на свои размеры, которые можно сразу надеть и носить, либо же подарить на любой праздник. Вы получите эксклюзивные вещи, созданные по собственному дизайну. Вы научитесь вязать универсальные комплекты аксессуаров, которые не нуждаются в подгонке по фигуре, и которые можно продавать без примеров. А это значит, что можно зарабатывать, не имея предварительного большого опыта ни в вязании, ни в продажах. Потому что рынок такими изделиями не переполнен. По опыту первого курса вязание интерлак скажу, что технология захватывает. И неизвестно, куда знание этой технологии вас заведет. Вы можете стать дизайнером и увлечься этой техникой так, что все остальное вам станет уже абсолютно неинтересно. Так как в этой технологии самое главное это усидчивость, а не предыдущий опыт вязания свитеров. Ссылка на участие в курсе Пэтчворк находится под этим видео. Напомню, что наши уроки можно смотреть только с компьютера. И передавать уроки с одного компьютера на другой нельзя. Если у вас остались вопросы, пишите. Наши координаты находятся под этим видео. А мы ждем вас на курсе, который позволит вам взглянуть совершенно другими глазами на увлекательнейшую технологию лоскутного вязания Пэтчворк.